Привет всем, это я Ирина. Я продолжаю мой репортаж с небольшого острова Гавайского архипелага, затерявшегося в Тихом океане об острове Оуаху. Но не совсем так затерявшегося, скорее удачно найденного. Этот средний по величине остров впервые был обнаружен европейцами в 1779 году. Наибольшая протяженность острова 71 километр и наименьшая где-то 48 километров. Ну, это примерно расстояние, которое преодолевает мой муж, когда добирается на работу каждый день. И это норма для канадских простор. Для канадских, но не для гавайских. Когда я увидела этот остров впервые, я могу вам сказать, я так и не поняла Джеймса Кука. Да-да, того же самого Джеймса Кука, которого съели гавайцы. Вот этот Джеймс Кук совершил большую ошибку, так и не высадившись на этом дивном острове. Оуаху, он был первым остром Гавайского архипелага, который увидели члены экипажа команды Кука. Он уплыл дальше, планируя посетить его позже, но, увы, так и не удалось. Ну, как помните, по одной из легенд, он был съеден гавайцами. Ну, помните, в песенке нам в Высоцке еще был. И мой вам совет, не откладывайте посещение острова. Как говорят здесь, здесь так вот считают, что остров этот будет в каком-то времени затоплен. И вы так же, как и капитан Кук, не увидите острова. А это стоит того. Посмотрите, как здорово. Какая водичка. Это идиллия просто отдыхать на этом острове. В Айкики пляж простирается более чем на 3 километра. И здесь отстроено более 100 гостиниц. Очень плотно друг к другу, как вы видите на этом видео. Несмотря на очевидную скучность людей, машин, магазинов, здесь нет ощущения толпы. И пляжи довольно свободные. Можно сравнить, как это в Европе все упакованы, как будто килька в банке. Невольно себе задаешь вопрос, куда же деваются все эти люди, постояльцы гостиниц. Большой выбор развлечений, поездок, магазинов, ресторанов, острова позволяет удалить большую часть туристов с пляжа. Особенно здесь популярен серфинг. Балкон нашей гостиницы выходили прямо на пляж. И мы видели, как люди на серфинговых досках висели на волнах. До последнего луча солнца. Потом стало темно, и они все еще висели. Стало плохо видно, они все равно точками болтались на воде. Потом вообще ничего не стало видно. И когда мы проснулись рано утром, в 5 утра, от свежести океанского воздуха и приятного шума пола, то первое, что мы увидели из окна, серфингистов, так и болтающихся на волнах. Такое было ощущение, что они не уходили. Мой муж пошутил. Они там спят. Так что днем море разных развлечений, нескончаемых видов активностей. Ваш день будет очень занят. Ну а вечером, вечером тоже интересно на Оаху. Замечательный променад вдоль пляжа, наполненный бутиками, праздно шатающимися людьми, уличными артистами, ресторанами, гавайскими танцами и музыкой. Все это нравится туристам. Все это так здорово. Погода вся круглый год теплая, вечерами так весело, праздно. И здесь и по вечерам толпа собирается вечерами. Мы бродили до поздней ночи с мужем, забегали в бутики, заходили в рестораны и прогуливались по всем гостиницам, потому что вход в гостиницы свободен. И это тоже как бы интересное развлечение. Бутики работают круглосуточно. Я не знаю, мое произношение сейчас барахлит. Бутики. В общем, магазины практически не закрываются всю ночь. Можно ходить, заходить в разные магазины, смотреть разные интересные вещи. Шоппинг тоже классно. И еще момент такой. Если ваша цель бег от цивилизации, то вам не сюда, вам не на ООО. Здесь вот довольно-таки шумно, много народу по сравнению с такими миролюбивыми, спокойными местами, где можно действительно расслабиться. И вам нужно тогда убежать от цивилизации где-нибудь на другом острове. Любой другой остров на Гавайском архипелаге может подойти к этому. Правда, за побег такой придется платить. Поездка на другие острова обычно обходится в полтора раза дороже. Для тех, кто не хочет быть в гуще событий, то есть в районе пляжа Вайкики, имеются другие варианты проживания за его пределами. Там и пляжи еще свободнее. Как вы видели в прошлых моих видео, я показываю пляжи, которые расположены в другой стороне острова. И там не так много туристов и отдыхающих. И в том случае, если вы хотите поселиться там, подальше от Вайкики, есть такая вероятность снять съемные дома. Или тоже есть какие-то гостиницы, может быть даже дорогие, поболее дороже. Возможно, даже это не лучший вариант. Нам нравится жить на Вайкики, прям в центре событий. В общем, это был наш вариант. Большое преимущество отдыха на Уаху это отсутствие необходимости брать машину. В аренду можно взять счет Рио. Перестань. Ну вот, перебила я и забыла, где же я там остановилась. Там Рио. Я говорила о аренде машины. Да, мы когда в первый раз были на Уаху, мы не арендовали машину, потому что очень удобно и ходит транспорт к любым направлениям. И остров, собственно, очень маленький. Здесь 70 километров на 50, как я уже говорила ранее. Ну и, в общем, разнообразие такое достаточно большое. Можно встретить и местность в таком малюсеньком острове, местность, где постоянно льет дождь. В то же самое время в другую частью острова может быть постоянно хорошая погода. Ну, в общем, объехать остров, ты как будто попадаешь, объезжая остров в разных точках, ты как будто попадаешь в совершенно разные климаты, разные пояса, и разные удовольствия и развлечения можно иметь. Суть здесь в том, что можно обойтись и без машины, если вы такой более пассивный человек, и вы предпочитаете больше оставаться на одном месте, можно арендовать всего лишь на один машину. Ну, у нас была машина, мы арендовали и постоянно передвигались. Где-то, наверное, пару дней мы оставались на пляже, а все остальное время мы постоянно циркулировали по городу. Даже в магазин сходить. В принципе, в магазин сходить можно пешком. На Вайкике есть и магазины, чтобы отовариться. В гостиницах есть обычно все принадлежности для того, чтобы готовить. Если есть китченик, если нет китченика, то, конечно, нужно будет ходить где-то кормиться в ресторанах, где-то там в таких забегаловках, точках на улице даже продают пищу. И можно, как бы, замечательный отдых на Гавайи. Я рекомендую, у кого есть возможность, и он, как бы, не такой скучный, как all-inclusive, где, как бы, настолько ограничено, и все, и вы, как бы, в кучке все сжаты. Здесь несколько напоминает all-inclusive, потому что много народу, веселье. Но это веселье такое ненавязчивое. Ты можешь выбрать разные вещи. То есть это вот более другого стиля. Мне кажется, по моему мнению, это более высокого уровня, чем all-inclusive. Да, и я хочу себе признаться, вот просто иногда хорошо ничего не делать, ну вообще ничего, вот лежать на пляже, кушать, я не знаю, мороженое, пить пиво, и ничего не делать, ничего. И больше не вспоминать о никаких там аламахаха хайкс, походах и так далее. И даже если нет воображения, как же привести интерес на отпуск. Можно вот просто прийти так тупо на пляже, поваляться, повалять мороженое, пить пиво, пошататься туда-сюда, по этому в Айкики к пляжу, позаходить в разные гостиницы, они тоже интересные внутри. Внутри гостиниц разные есть, даже маленький зоопарк, зоопарки такие, типа там пингвинчики были у нас. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА